Хотя происхождение Кровавых Воронов ржено за лес и тайм, хорошо известно, что Орден этот вечно одержим приобретением нового знания и поиском требующих секретов, возглавляемые могущественными библиариями, они сражаются с точностью и расчетливой яростью, предсказывая вражеские планы и расстраивая их до того, как и будут приедены исполнения, и эти же достоинства способствуют рождению бесчисленного множества слуха. Кровавые Вороны имеют длинную славную историю горького имя Императора, но в их основании и первых годах существования сохраняются очень туманные и неопределенные свидетельства. Даже почитаемые магистры библиарии не могут судебность указать на происхождение Ордена. Неудивительно, что Кровавые Вороны – это гордое скрытое братство, одержимое ритуалами, изучением истории и поиском знаний, особенно тех, что связаны с их истинным происхождением. Большинство записей отслеживает их прошлое лишь в 37-му тысячелетию. Хотя документы имперских организаций упоминают о правах Орденов, улетания их и других Орденов, доказывают, что они существовали и боролись с врагами Императора за многие века до этого. Это неопределенность и привела бесконечным спором как по поводу основания Ордена, так и по поводу того, как же столь значительная часть истории была сторта из-за новых братства. В результате Кровавые Вороны не знают, от какого примарха произошел Орден, никого не почитают так же горячо, как самого смертного Императора, силышнего господина всех космических десантов. В нынешнейшей организации Орден обязан его брату по имени Азария Вилья, известному Кровавым Вороном, по древним легендам, под отец Библиарий и просто Великий Отец. Легенда гласит, что времена, когда Орден был шумул, Азария был хранителем в Библиотеке Кровавых Воронов, тогда, как считается, братствовались в огромные потери под беспорождениями хаоса, якобы имевшего место в политическом секторе. Впрочем, подтверждения там не сохранились. В первые дни этой серии войн служители хаоса казались более разрозненными и неорганизованы, у них не было ни малейшей надежды на победу. Внутри них хаоса запутанный и многообразный, первое впечатление оказалось ошибочным. На самом деле, силы культа были значительно более скоординированы, чем казалось на первый взгляд. Удар Кровавых Воронов по центру активности сетки обернулся в игровую ловушку. Разгромка возник стать фатальным для молодого Ордена. Повлек смерть множества десантников, участие склонированных засадок. Даже наставник святостей магистр палит смерть духа преступниц, прикрывая отступление первой роты. Обескровленным кровавым вороном осталось лишь надеяться в мягководство Азарии. Наставник библиария, был умным войнам, внутренним историей, несущим в себе тяжелое время знаний, погибельных сил. Это балкон был выслаблен, психической мощью невероятной силы. Десяцами он изучал вражеские передвижения, тактику и даже историю войны в попытке найти способ победить каладного неприятия. Поддерживая видимость того, что кровавые вороны еще не оправились от поражения, он использовал своих войнок и союзников Симберской гвардии, чтобы прощупать противника, следя за ответными действиями. Он желал узнать, как сектам будут реагировать. Многим-то доказал, что виблиарий просто тратит время. Ничто не подобает борцам с родами императора, прошупывать на книге, нежели наставят вагу. Наконец, Азарий окончил свои гадания и наблюдения, объявив, что владеет секретом полной победы над врагом. Кровавые вороны провели массированное наступление, на первый взгляд запутанное и бесследно, направленное на районы, где не проявлялась никакой вражеской обменности. Но каждый цель атаки казался ключевым узлом, в котором были организованы шхроны-припасы, сконцентрированные войска-хаус, готовые для засадки. Неналожение консульственных едов в темных погод. Эти удары уничтожили армию хаос, слышу естественную проницательность, легко сокрушая всякое сопротивление. Плающийся в лучах славы Азария объяснял, что ключ к этой победе лежал в исследовательском анализе. Неприятельских перемещений, но многие верили, что могучий к силуник просто читал мысли врагов, убывая лишнюю информацию. После сокрушительного успеха первого наступления, все остальные кампании вортора, кроткой и кровавой. Силы Великого Ра-2 и Крона таяли перед неостановимыми атаками к кровавой кожи. В последние дни восстаний инквизиционные отряды очищения обнаружили темные писания и отвратительных рядок, что указывали на участие в войне предательского Альфа-легиона. Впрочем, факт этот не удивил Азария. После победы, как голос от легенды, Великий Отец увел свою орду прочь из готического сектора, дабы братство залечило раны, оплакало погибших и обдумывало только что отгребевшие битвы. По настоянию своих братьев, а также хранителей тайн ордена Азария, согласился совмещать роль магистра и наставника библиотеки. Редкий случай в истории космического десанта вызвавши неодобрение других орденов, строго следующих кодексу Астарков. Несколько веков Азария оставался магистром, и его величие деяния восхваляли в молитвах, исходящих в сердце и разуме каждого кровавого ордена. Такой орден следовал, если не бог, эту духу кодекса Астарков. Пример великого отца заразил боевых братьев страстью познания. В итоге из всех орденов космического десанта, кровавые ордены обладают самым обширным через 10 дивизионов. Детальным обзором, содержащим даже древние записи о многих регионах первого основания. Они верят, что каждая информация – это величайшее оружие, доступное в борьбе с родами императора. Один из самых занимательных аспектов ордена. Большое количество мегулярия, псионики, кровавых орденов исключительно вселенной. Неизвестно, вследствие ли это геменотипы великого отца, или того почтения с которым относятся к нему боевые братья. Однако никакие догадки не могут объяснить, как же кровавые ордены умудряются поддерживать такое количество псиоников в своих рядах. Равно как и нет объяснения о таком высоком уровне развития их психических способностей. У кровавых орденов нет определенной родины, но здесь в корне известно, потому ли это, что сведения у них были удалены из истории, или же имелись некоторые более мрачные причины. Нынче в стадии ордена служит боевая баржа, известная как «Всеобъемлющая тайна». Остальная часть ордена размещается на ударных трейферах и баржах, служивших ее спортом. Именно во «Всеобъемлющей тайне» располагается священная библиотека и братства, в которой франция легенда геротических деяний и знаний, сокрушенных врага, множество захваченных теоретических писаний. Поскольку у кровавых орденов нет фиксированной базы для операции, рекруты последовательно набираются со множества планет, прибывающих в каменном веке до развитых планет улья. Судя по всему, не существует закрепленного порядка рекрутирования, но все же кровавые орда предпочитают некоторые меры и всем прочим. Причина тому неизвестна, но поговаривают, что на таких планетах рождается больше всего никак, чем обычно. Впрочем, эти словы и так и не отшли к утверждению. Известно, что кровавые орды убирают рекрутов под секторе Аврелия, в которые входят пять планет. Калдерис, этот пустынный мир, является одной из основных планеток выполнения рядов кровавых орденов. Население 25 миллионов человек. Мерия – центр имперской власти в Патетре. Огромный город покрывает всю поверхность планет, вещая более 32 миллиардов человек. Действием кровавых воронок мешает погрязь все бюрократии правительства Мерия. Дефон – Примарис. Единер, состоящий из поршенных шумбелебалок. Орки перебили почти всех планомистов в поле двухсот лет назад. У живых осталось не более трехсот тысяч человек. Сирена превращена в прижизненную планету. В результате орбитальный бомбардировок. Аврелия, когда-то была столицей под сектором и домом, с десятков миллиардов жителей, затем была поглушена вар. Спустя тысячи лет она появилась снова, закованная в лод. Калдерис. Вороны больше полагаются на изучение врага, предсказания его маневров перед атакой, нежели на отчаянии натиск у разбитку или молниеносное наступление. Это привело к трениям с другими более принадлежными актинами. Братство, предпочитающее бесхитростное ввязывание в битку, называют правоохорных трусами, за их выверенное металличное ведение войны. Но едва ли эти шуждения можно назвать спроедливыми, стойкий шкалового ворона оказаться на поле боя, так они проявляют ревление ярости, не вступающей в людьми ордена моста, битантично исполняемый план никогда не меняется. От начала разработки до самого его уплощения, благодаря невероятной способности библиария ворона, предсказывает развитие событий, глубина и битантичности, планирование таковой, что у директировки учитывается любая случая. Именно благодаря этому, за всю свою историю права ворона, часто предупреждают, не реагировали на неприятные скепты, а от них вторжения, еще до того, как имперские источники просто узнавали об угрозе. Этот и заставил у многих пурикан мрачно намекать на сказания о Павшу, Примархе, Мару, Брюсе, его конечной судьбе, ведь именно с таких предостережений начался его путь к проклятию. Оптимизация кровавых воронов следует стандартным положением кодекса остаток. 10 рог по 10 злогов праздник. Воронт состоит из предписанного в писаниях смещения боевых, штурмовых, тактических, а также рогопустошителей. Впрочем, детальный состав поджествия не может довольно сильно варьироваться. Благодаря большому количеству вибриарек, нередко именно они идут в рогу в бой, хотя обычно такое случается только, когда воронт сражается одним и бессоюзник. Высшие командные шелоны кровавых воронов также отображают избыток в силуников в их рядах. Многие хранители тайн ордена владеют психическими способностями, возглавляют на поле боя мощные отряды, состоящие служить в библиотеке. Эти воины фанатично изучают великого врага, дабы лучше противостоять гибельным силам. Так что только они допущены всем видам запретных знаний. Впрочем, именно из-за этого в библиарии ордена особенно внимательны след за признаками разложения среди них и даже самые сильные псионики вязвимы к коварным проискам хаоса. Мрачным свидетельством тому служит священная библиотека, наполненная безумными душами, оказавшимися слишком слабыми, чтобы университь окончательное становление в роли библиотеки. Здесь эти несчастные приносят ордену к последнюю пользу, прежде чем их реликтуально казнят. Из-за опасности для себя и окружающих это почитаемое место и обреченное торжественно приносит себя в жертву во благо ордена, прежде чем окончательно засохнуть. Их хотят, конечно, льва, ждет всех, начиная с самого наставника святости. Как и многие придерживающиеся кодекса ордена, кровавые орды не почитают императора как орден, преснают его первым среди людей, и это неизбежно приводит их к конфликту со служением. Впрочем, отчасти разногласия смягчают то, что кровавым орденам неизвестны ими в пленархах, отчего они выше превозносят императора, чем другой-другой орден, поскольку тяга к знаниям перекликается сомнательными принципами. Адептов механики орден поддерживает убийские связи со жрецами бога машины, часто объединяя силы со следовательскими флотами их вечного покорения неизвестных уголков галакти. Часто кровавые ворны пускаются на плоски затеревных артефактов и приемных подтверждений того, что их орды никогда не был связан с великим врагом для достижения этих целей. Они всецело полагаются в мобилиаре, которые не только поддерживают порядок в секретных архивах, составляют новые записи, многосклавляют экспедиции в их неустанном поиске свежей информации или в драгоценной библиотеке. Довольно часто группы библиариев, сопровождаемых армией служеб или несколькими злодами космодесантников отправляются в поход за потерянными технологиями. Еще местоположение было раскрыто благодаря ритуальным гаданиям. Это уже не раз приводило к прямому конфликту между кровавыми ворнами инквизиции, ведь многие из интересующих орден артефактов затронуты гибельными силами, сами кровавые вороны наставили на том, что их долг стоит в том, чтобы находить и уничтожать силу хаоса везде, где это только возможно, порез с великим врагом и ложным оружием. Впрочем, от ордена всегда было бесполезно ждать каких-либо доказательств разрушения в рухшотинга реликми, которые им удалось добыть, и, конечно, лишь работало на руку его критикам. Путь становления космического десантника долг и труден, чреват опасностям, но это легкий путь по сравнению с теми трудностями, которые выпадают на долг кандидата, претендующему стать паблиарием космического десанта. Смертельно опасный вседяющий ужас воспитания, служащий мирилом силы воли кандидата, его характер или способности быстро устанавливают полные силы. Непримерно сурово, дабы гарантировать, что он потенциальных паблиариев достаточно сил, чтобы противостоять воздействию хаоса. Многочисленные сайкеры рода людского, чтобы противостоять подобным существам, подвергаются мучительному ритуалу заключения души, но паблиарии космического десанта должны быть достаточно сильные, чтобы противостоять этим ужасам без посторонней помощи. Потерпевший неудачу либо умирает в страшных муках во время испытания, либо незамедлительно подвергается казни, как потенциальные проводни и существ варпа, то среди кандидатов находятся идти, то потерпев неудачу теряют рассудок, а в некоторых случаях даже человеческий облик. Этих несчастных сковывают цепями по рукам и ногам, уволят в закрытое и уединенное место, а умность Анкарум, известная как башня, и их изучают в библиарии и органы, стремясь постичь, почему тот или иной кандидат потерпел неудачу, и как они могли бы укрепить свой разум, чтобы улучшить выживание в этих испытаниях. Это ужасное место, их обозначающиеся лопли бизонцев, избегаемые всеми, кроме тех, кто должен просить вызов судьбе и попытаться стать на путь библиария. Одинокод кровоохоронок довольно стабильен. Многочисленность псиоников ведет к тому, что их образы ДНК проверяются чаще, чем это происходит с обычными абдинами. Впрочем, до сих пор не было выявлено никаких признаков мутации, равно как и доказательств того, что одинокод кровоохоронок становится причиной такой большой лодок псиоников среди десантин, а также источником особых способностей братства. До сих пор не затихачиваюсь о том, какого же орна основателя происходят всеми кровавых воронов. Под подозрениями кровавых ангелов и стража воронов, но это предположение, скорее всего, построено на схожести названий. Некоторые настраивающие кровавые вороны могут быть теми, кто произошел от темных ангелов. Но по сей день нет ни одного факта, который бы указывал на истинный источник генетического материала. Отсутствие угоминания происхождения ордена может указывать на то, что орден был создан в древности под страхом некой угрозы империи, которая уже давно миновала или была попреждена история о своем происхождении. Вот там малость, которой не хватает кровавым воронов. Вот несколько версий происхождения кровавых воронов. Возможно, это один из двух регионов, записи которых были удалены. Возможно, примах кровавых воронов не был найденным пиратом во время Великого Престового Похода. Орден остался законсервированным. Однако повседелись империуму потребовались новые силы и новый орден вступил в ряды космического десанта. Довольно интересная версия, но четкое исследование кодексу Остатес говорит о том, что орден скорее всего относятся ко второму основанию. Также существует версия, что кровавые вороны произошли название эмблему против отсутствия у воронов проклятия кровавых ангелов, которое, как известно, распространилось на дочерние ордена легиона. Следующая версия. Зародите гвардию ворона. Цвету версию говорит имя приманка. Орекс против факта, что гвардия по почти полностью уничтожена во время. Ереси. Легион удалось восстановить, заплатив страшную цену. Садников еле набрали на три ордена второго основания. Для особого смысла стирать записи об этом случае не было. Другая версия говорит о том, что их прародителем были тысячи ценов. Возможно, что орден произошел от региона предателей и являлся крылом, который не попал под влияние в Синча. За ее, говорит, и тяга ордена к знания больше, чем в других орденах количество библиариев и отсутствие родного мира. Но возможно не так уж, что инквизиция реабилитировала часть региона отступников и переписала их историю. Сомнительно. Еще одна из версий говорит, что при наших кровавых ворнах император, возможно, кровавые вороны были созданы из остатков и насилия императора. После его помещения золотой трон, якобы это было одним из последних его желаний. На мой взгляд, это крайне маловероятно. В тот момент было не до того. КОНЕЦ